Всем добрый вечер. Вы настроились на станцию 106.8 FM, радио «Комсомольская правда». Сегодня говорим о праздновании 9 мая в Барнауле. Руки потели, голос не слушался, колени дрожали. В таком состоянии вел свои первые эфиры на радио журналист «Комсомольской правды» Иван Алексюк. Шесть лет назад он приехал в краевую столицу из Кемерово и сразу попал на радио. Я работал в Кемеровской «Комсомольской правде» и пришел сюда, думаю, ну все, родные, все знакомые. А в редакции все было занято, они пришли, значит, услышали, что я там рассказываю, говорю, ну, накупились на голос, в общем. Одного из первых гостей, мне, значит, у нас есть в Барнауле известный маршал тайский, зеленецкий, его вообще не переслушаешь. Он просто говорит, это как радио, дай ему задать какой-нибудь вопрос вначале, и все, можно уходить и возвращаться минут через 40, он только закончит говорить. И мне дали его потренироваться. Тренировка прошла на ура. Дальше множество интересных спикеров, дедлайнов, уверенность пришла сама собой. Бархатный голос окрепый, и сегодня пять раз в неделю Иван выходит на связь со слушателями, сообщает новости и обсуждает самые острые проблемы. Бывает, что там что-то срывается, там кто-то у тебя раз должен быть какой-то спикер, а он трубку не берет, и ты там перестраиваешь мгновенно на ходу этот эфир. Бывают интересные гости, да, известный уважаемый человек в Алтайском крае, а он раз, у него в речи такой дефект есть, он что-то рассказывает, и как будто, он что-то рассказывает, ну у нас в Алтайском крае, и вот это добавляет, практически там в каждом предложении, это раз за разом есть. Ну, в эфир такое нельзя, потому что слышно все равно. Сегодня Ивана и другие радиоведущие, а также сотни радиолюбителей в крае отмечают свой праздник – День радио. Появилось оно в конце 19 века. Ученый Александр Попов в Петербурге впервые в мире осуществил передачу радиотелеграммы. До Алтая радиосвязь дошла несколькими десятилетиями позже. Эпоха радиовещания на Алтай зародилась в этом здании. Это бывшая аптека Крюгер. Здесь в 1929 году, почти век назад, появилась первая радиоточка в Барнауле. Уже через год в Барнауле было 150 таких точек. Провода тянулись прямо в квартиры. А в 1945 году на радиосвязь вышли 10 тысяч жителей краевой столицы. Вот это приемник-звезда, ламповый приемник, оригинальный дизайн. Но был выпущен он у нас на заводе, на том, где выпускали зенитные ракеты. Не на радиозаводе. Сегодня радиоприемник, звезда, карманный космос и мечта всех радиолюбителей спидола – лишь экспонаты музея. В цифровой век в стране не осталось ни одного радиозавода, где бы выпускались подобные приемники. Но эпоха радио вновь вернется, уверен Александр Иванович. Вы представляете, если не дай бог что-то случится без радиосвязи, цифровая связь не вынесет. Потому что самое чувствительное приемное устройство – человеческое ухо. И любой телеграфный сигнал из помех выберет ухо. А цифра этого не может. В регионе около 700 радиолюбителей. При помощи японских, а не русских радиоприемников они каждый день имеют возможность общаться со всем миром не по телефону, а именно по радиосвязи. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком.